Вкусно, красиво и по-русски шеф-повара из разных городов России сегодня представили русскую традиционную кухню во всей красе и многообразии. Сменяя друг друга в режиме нон-стоп, они готовили блюда и давали лайфхаки, чем удивляли мастера в сюжете новосибирских новостей. Как правильно нарезать лук, когда добавить в блюдо укроп и сколько времени готовить куропатку? Известные шеф-повара орудуют на новосибирской кухне. У каждого свои рецепты и секреты. И они охотно ими делятся. Сергей Рахманин из Москвы с собой привез окорок, сам его засолил. Это один из ингредиентов сегодняшнего блюда. Я рискнул привезти сюда современный тренд. Это будет бутерброд. Бутерброд. Ну сейчас действительно бутерброд набирают силу. Бургеры уходят, они всем уже надоели, пицца уходит. И я решил сделать бутерброд с московским окороком, соусом из соленых огурцов и белых груздей. Русские блюда – это не только привычные щи с квашеной капустой, солянкой и пироги. Традиционную сибирскую кухню представляет Александр Гончаров. Готовит закуску из полбы и хвоста бобра. Чем богата сибирская кухня была? Это охота и рыбалка. Охота на бобров, птиц, животных – это было с поклон веков, сибиряков. Мастер-класс уникальный. Шеф-повара из разных уголков страны сменяют друг друга на кухне, готовят блюда, характерные для своего региона, дают советы. Главная прелесть русской кухни – в разнообразии блюд. Блюда и так называемые квасные, и рассольные, и невероятное разнообразие выпечки, всяких похлебок и прочее, но, наверное, самое интересное – это то, что для нас с вами, это то, что русская кухня – это то, что, собственно говоря, на протяжении многих веков формировалась на конкретной территории и приспосабливалась к каким-то конкретным продуктам, которые в этой местности растут хорошо. Послушать ведущих поваров страны и отведать приготовленные шедевры собрались рестораторы и преподаватели учебных заведений. Такие мастер-классы дают новую жизнь русской традиционной кухне, помогают разнообразить меню ресторанов и кафе. Если мы говорим о продуктах, то, конечно, во всем мире сейчас бум на экологически чистые продукты, продукты региона, в котором проживают люди, ну а сибирский регион – это, конечно, считается жемчужиной России, экологически чистой. Сфера общественного питания в Новосибирске развивается активно. Сейчас в городе более двух тысяч кафе и ресторанов. И каждое заведение своим меню старается привлечь новых посетителей. Алексей Фазлеев, Анна Протоковила, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.